Даже не почувствовала. Блин, мне печень сегодня пробили. Чем нужно заниматься для того, чтобы быть человеком? Мне нравятся сопли, кровь. Немножко испортили мне прическу. Из многодетной семьи. Я десятый ребенок в семье. Я девятый. Бодимания запретила мне почему-то участвовать. Такими темпами мне сейчас все мозги выбьют. Нам бабки зарабатывать. Всем привет, друзья. Вы на канале Бодимания. И сегодня мы приехали в боксерский клуб «Цезарь» к братьям Воробьевым с очень серьезным рекордом. Сегодня ребята поспаррингуются, покажут нам интересную тренировку. Также порубятся с нашими ребятами из мясорубки. Посмотрим, на что способны наши пацаны в боксе. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ну да, все, конец. Бицепс рваный, грудь рваная. Пиндец. В Америке смеются, кстати, над тем, что люди разминаются по кругу. Да, это чисто СССР-овская тема. По кругу разминаются когда. В Америке ребята стоят перед зеркалом. Разминают шею, плечи спокойненько, кисти. Тянутся. По кругу никто из них вообще не бегает, не прыгает. Высоко не поднимает колени. Они разминают именно те части тела, которые будут задействованы в тренировке. Мне комфортнее разминаться у зеркала. Я стою, разминаюсь, тянусь. Я встал, потянул плечи. Просто люблю себя, да? А вот эта беготня начинается, сердце начинает стучаться. Там вот это вот все, все. Зрит и сбивается. Потихонечку. Ты когда в тачку садишься утром, ты ее прогрел, завел, да? Она у тебя греется какой-то там момент. Ты спокойненько на ней едешь, вся подвесочка, она разминается, там, амортизаторы, все вот это. И потом ты когда на трассу уходишь, говорит, горит дал. Я начинаю спокойно. Хороший конь никогда не стартует первым. Сегодня приехали в боксерский зал. Будем боксировать с настоящими профессионалами. Проверим, на что я способен. Мне кажется, мой уровень бокса на нуле. А как мне сказали ребята, это прям профессионалы. Посмотрим, на что я способен. И на что способна школа волейбола. Сегодня будем проверять, какая у меня техника бокса. Я сразу вам скажу, она у меня никакая. Потому что я не боксер и никогда не тренировался по боксу. У меня чисто было ММА. Ну что, ребят, расскажите немного о себе. Расскажите о своем рекорде. Мы братья Воробьевы. Я Сергей Воробьев, это Григорий. На сегодняшний момент у меня 8 боев, 7 победы и 6 нокаутов. А у тебя? 5 и 3 поражения и 1 нокаут. А что у тебя случилось с Бровью? Это нюансы в защите. Вот мы сегодня хотим вам и показать. Что будем отрабатывать и как пройдет весь процесс? Для начала поработаем над защитными действиями. Это такая рутинная работа. Постоянные действия влево, вправо, нырочки. Это будет как нарабатываться нейромускульная система. Она будет... Автоматизм. Да, импульс будет прорабатываться быстрее. И степень тренированности будет расти. И за счет этого в бою у тебя непроизвольно будет движение. Окей, что, погнали? Короче, для того, чтобы до автоматизма натренировать защитные действия, нужно целый раунд делать одно и то же. Он бьет мне левой, я его правой. Раз. Ты туда. Прямо. И нарабатываем с движением, двигаемся. Обратите внимание, как ноги работают у ребят. 45 секунд, допустим, мы одной рукой вот так вот нарабатываем. Потом меняем. Связка, это в волейболе, знаешь, распасовщик, пацаны. Со стиля пикапушка. Что там, боковые или как там дальше? Или левые, или. И тоже, да, нарабатывается. И видите, у меня руки везде. Всегда. Всегда на месте. Смотрится прикольно. Серег, у тебя скоро бой. Расскажи о своей подготовке, сопернике и так далее. Да, у меня скоро состоится поединок в Красноярске 21 декабря. Соперником станет Вазир Томаян. Весовая категория полусредняя. 66-700. Мы договорились. Это поединок после годичного простоя. Выходим на 8-ми раундовый бой, продышаться, чтобы. То есть ты уложишь его? Ну, цель такая. Хочу сломать его нос. Он очень большой. Окей, а когда вот, если ты побеждаешь этот бой, окей, побеждаешь. Титульный бой? Титульный поединок следующий будет за региональный титул какой-нибудь. То есть через один? Да, через один. И там уже 12 раундов? 12-10 раундов. Все зависит от титула. Это жесть, ребят. Если попадаются ребята, которые часто пробивают печень, и один раз вам пробили ее туда, в печень. Для того, чтобы ему не хотелось бить вас в печень, надо ему сделать больно. В тот момент, когда он бьет меня в печень. Открасить ухо. Да, я наношу ему атаку. Нужно, чтобы он здесь чувствовал боль. В момент, когда он мне печень пробивает. Тогда ему не захочется ее пробивать. После этого мы сможем развить атаку. Коротенький. И только рука коснулась моего локтя, я тут же отвечаю. Мы из маленького города Шлиссельбург. Это Ленинградская область. Из многодетной семьи. Я девятый, он десятый ребенок. В семье, да, нас очень много. Семь братьев. Три сестры. Три сестры, в общем. Мы создали ютуб-канал для того, чтобы мотивировать людей. Чтобы ставить их на правильный путь. Парней, у которых такая же большая семья, как у нас. Они не шли делать какие-то плохие вещи. Что-то употреблять не то. И еще что-то. Чтобы они, глядя на нас, понимали, какой путь нужен. Что нужно делать. Чем нужно заниматься для того, чтобы быть человеком. Несмотря на то, что все в жизни случилось не так благополучно. Друзья, если реально вас зацепила наша история про магнитную семью, то скидывайте своим друзьям. Вдруг у них такая же похожа на нашу историю судьба. Ты перед тем, как бьешь, смотри, ты уводишь локоть назад, заряжаешься. Ты сразу его выстрелил. Хоть и качок. Сам хочу. Будимания запретила мне почему-то участвовать. Но на самом деле, просто здесь четное число ребят. Два на два. Я лишний. Ну в смысле лишний? Да там у тебя всегда есть пресс. А, то есть пресс мне прав... Ну пусть, конечно, пробьют. Все равно не пробьют. Но дадим вот такую возможность. Да, неплохо. Я устал уже. Да, давай драться уже. Ну что, сейчас Амар. Парень с мясорубки покажет себя в боксе. Гриша его проверит. Я думаю, будет интересно. Бой. Если вы не знаете, Амар занимается ММА у Ислама. И уже, если не ошибаюсь, порядка пяти лет. Но, как видите, в боксе он тоже неплох. Ну, я понимаю, как Амару хочется пройти в ноги. У меня такое желание. Вот, видели? Базовая ошибка на ВИЧ-кар в боксе. Разворот. Ну что, вторая пара. Назир и Серега. Посмотрим. Я думаю, Назир... Че, выиграет? Вполне верно. Блин, дайте перчатки. Я хочу Серегой пробовать. Да уйди ты из угла, че-то в углу. Да это моя тема. Держи руки угловые. Голова то, что сверху, если ты забыли. А, да? 30 секунд. А вот, смотри, мне по-моему, посмотрите, что я сейчас держу. Вот, по-моему. Сейчас, вот эту тему не пишу. Ты насчет плеча имеешь в виду? Да. Вот все это он, блин. Ну, что-то. Да, плечи большие еще можно. Да подними руки просто, ты даешь по-моему. Я не выдержал, просто хочется получить от Сереги. Но я уже подговорил его, говорю, Серег, только сильно не бей. Вот, на самом деле просто... По голове, я вам сказал, по голове сильно не бей. Вот, на самом деле просто легенько попробую поработать. Мой. Макс, если будешь нагибаться, то это ничего не изменит. Он тратит сил, а я не знаю. Он не тратит сил. Да, давай, давай. Вот, на самом деле, и где скулья по голову? Ты где, по-моему, понимаешь? Баба! А, бай, можно? У этого парня есть. Ставил пикабу. Защита. Корпус лево-вправо. Чуть-чуть корпус открыт только. Кстати, у ребят, братьев Воробьевых, есть собственный канал. Ссылка будет в описании. Но с предстоящего боя Сереги лучшие моменты вы увидите на нашем канале BodyMoney. Сейчас мы пригласим всех ребят пробить мне пресаг. Дадим попробовать, так как у Сереги, наверное, самый сильный удар, пробить мне печень. В общем, возможно, сейчас я действительно лягу. Сразу в печень или с пресса начнешь? Ну, вот я вот сюда. Окей. Держишь, да? Даже не почувствую. Бажный, 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 бажный. Твой справа, да? Твой справа. В область селезенки? Нет? Ну, ты посильнее ударь. Третий корпус очень. Да? Нет? Да скажи ему, чтобы он размахнулся. Ты бьешь вообще? Блин, вот сейчас. Ну, нет, на самом деле тоже крепко бьет. Но у Сереги, вот, если по ощущениям, в два раза сильнее точно. Обратите внимание, как он бьет. Он бьет. А я закручиваю корпус. Ну, да, я ему говорю тоже закрутить. Тоже для людей, кстати, да. Плюс. Не промахнулся. У тебя какая? Правая, левая рука? Рабочая? Обе. Какая у тебя сильнее? Я не знаю, сейчас почувствую. У меня ноги сильнее, да. Правая сильнее. Еще будешь? Два, двое. Вообще классно. В нашем маленьком городке была борьба. Мы занимались два года борьбой. Тренер там делал какой-то тест, я не знаю, смотрел таланты, может быть, какие-то. Но потом, через два года, все-таки закрыл это. Это тему, все. И появился бокс. Нас туда брат старший привел, Макс, который сейчас парикмахер, кстати. И мы начали там заниматься боксом, кстати, прямо на татаме. Ринга там не было, ничего там не было. И начали мы в своем городе заниматься боксом. И к спорту нас привел брат. Почему? Потому что мы уже начали расти, начали чувствовать силу, начали бить кого-то там на улице. То есть не было никакой дисциплины. Мы там позволяли себе как-то расслабляться, не по-спортивному, там гулять допоздна, сбитый режим, все эти моменты. Брат увидел, что парни идут не по той дороге. И просто нам сказал, что вот вам нужно сюда приходить каждый день, тренироваться. Здесь вас научат дисциплине, у вас будет хороший режим, будете ездить на соревнования, и все пойдет хорошо. Ну что, Амар зарядился, просто посмотрите на него. Он хочет еще. Антропометрия у ребят одинаковая, поэтому сейчас должно быть максимально интересно. А, ну поехали сюда. Поехали, что там. Ну я знаю, вы готовы, поэтому поехали. Поехали. Амар тоже неплохо. Амар наш, конечно. У нас все хорошо. Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас. Правда. Парни охрененные, блин, мне печень сегодня пробили. Это было круто. Я охренел. Первый раз такие ощущения испытал. В общем, мне понравилось. В следующий раз мы по правилам ММА будем выступать. К моему поединку на 21 декабря ультиматум, вот эти вот, вот эта фирма ультиматум, ультиматум боксинг, сшили для меня перчатки. Я ездил к ним прямо в магазин, они снимали размеры моих рук, потому что у меня пальцы очень длинные. И вот эта вот штука, она нестандартная должна быть у меня. Она должна быть у меня чуть-чуть подлиннее, потому что здесь будут вылезать ногти, как, ну погоди, из мультика, знаешь. И поэтому для меня сшили вот такие перчатки. У меня будут в красном цвете. Это просто та же модель, модель молот называется. И это очень жесткие перчатки. Эти перчатки до сих пор еще не допускают на титульные бои. То есть только в рейтинговых можно, они очень жесткие. Они жестче, чем мексиканские перчатки Cleter Race, допустим. Можно обратить внимание, как палец зажимается здесь. То есть тут реально стандартное положение кулака, правильное. Во многих перчатках положение кулака вот такое, за счет чего сила удара гасится. А эти перчатки очень жесткие. И 21 декабря вы увидите, как ломается нос в этих перчатках. Итак, на ринге Назиррррррррррррррргрграй. И также Гриша! Погнали. Это не стандартный он, видишь, брюшки? А у него типа тайские стоят. Да, 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 да. Мы сразу заметим. Много тепло потребуется, ребята. Хотелось бы отметить, какие великолепные боксерки, спортивные бюджеты. Вам интересного цвета? Есть, кстати, специальный обувь с партнерами. Да, да. Неплохая комбинация. Но если будешь в угле, он будет... Уходи, уходи, влево. Толкай его и уходи. Влево, уходи. Всё, хватил и хватит. Опа! Обратите внимание, насколько стали красные плечи у спортсменов красных шортах. И это. Есть. А? А? Ты это заснял, ты это заснял. Неплохо они сейчас зарубились. Знаешь что? Если у меня стальной пресс, то у него стальная челюсть. Немножко испортили мне прическу, но в целом, в целом, я хочу сказать неплохо. А так, хочу пожелать удачи. Их дофига в семье, чтоб у всех у них был только успех. У Серёги победа, у Гриши чтоб бровь заросла и чтоб драться научился. Нажел прическу, я могу с тобой поспорить. Да, да, мы здесь чисто на прическах. Всё, всем лайк. Я такой олдскульный поэт. Мне нравятся сопли, кровь вообще, чтобы публика не просто приходила, не просто, ну, купила билет там, посмотреть. Как там боятся, я хочу показать кровь людям. Я хочу показать, блин, не то, что у меня там сечка, да, у моего бойца там сломан нос. Я хочу показать просто бой людям. И вот из-за этого, может, у меня такие идут бои такие, не как моего брата, крутые там на олиграфе. А у меня такие, чисто прям, как Артур Агати, Микки Уорд. То есть я против того, что он боксирует вот так вот. Бокс – это очень сильный износ организма. Я ему всегда говорю, что нужно придерживаться тактики донесения ударов и не пропускать ни одного. За счет этого мы сможем находиться дольше в этом деле. За счет этого мы сможем заработать деньги и сохранить здоровье. Я знаю, что в боксе очень важны кисти, потому что частенько случаются какие-то травмы. Есть ли какие-то упражнения для того, чтобы их укрепить? Есть. Самое, наверное, стандартное, самое простейшее упражнение, которое я делаю каждый день. Это я встаю на кулаки и пошел на них. Вот так. Самое простейшее? Ну да. Самое легкое, с утреца. И тут на кулачках, да. Могу стоять просто на них вот так. Все. Когда учился, хлистал себя поспинить за это. Начинаю я всегда вот так вот спокойненько. Где-то делаю танец бабочки. Мухаммед Али. Да. Чуть-чуть я подразогрелся, я начинаю ускоряться. Делаю такие вот движения. А потом с приседаниями увеличиваю это. Увеличиваю нагрузку на ноги. Майк Тайсон. Работа дюранта. Также ваниль. После тяжелых нагрузок, после там снарядов, после спаррингов мы используем растяжку. Вот она. Используем ее для того, чтобы раскидать руки. Раскидать руки и вот тайминг. Она неплохо тренирует тайминг. То есть не все, кто начинает по ней работать, начинают попадать. Все вот так работают. С вами были братья Воробьевы на канале Bodymania. Кому понравился этот выпуск, ставьте лайк. Подписывайтесь. Комментарии пишите. Не забывайте ставить колокольчик и подписываться на наши инстаграмы. Всем пока. Всем peace. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok